да чтоб он не козявил из секшопа смазку у вас как я из сибири вы там до сих пор бабами свим если что а вы царапаете диски до сих пор на внимание на то что шток огромной просто длины у кого комплексы ребята можете смело покупать этот станок он вам точно поможет их вылечить это не на пальцах так скажем разработано короче он с усилием 6 лягушек я понял все физкульт привет из веры великого новгорода медведь в гостях у гора трейд виталька нам все расскажет и покажет что нам будет сегодня интересно ну или во всяком случае то что представлено пару слов питали вот об этом столочке то что мы сейчас лицезрю я и чего в нем есть интересно что есть в нем то чего нет у кого-нибудь подобного профессионалы оценят потому что есть ряд решений интересных допустим если сравнивать с обычными автоматами традиционными как мы говорим первое первое это отжимное устройство если обратить внимание педаль отжима здесь вынесена на правую сторону нужно я вмешиваюсь не обращай на меня внимание как раз все у меня знатоков все найдет все это понятно будет для не знатоков как бы ну дорогой дальше процесс отжима человеку не нужно перескакивать ногой спать и так далее отжима здесь она вынесет он меня прямо дернул то есть здесь реализована система power out которая направлена на то чтобы исключить процесс зажима вот этого поджимного устройства между шиной диском то есть цилиндр с двойным действом зацепка происходит и выводится обратно вот второе стол стол большой до 24 снаружи снаружи в принципе это по сути вот больше и не надо на данный момент пойдет наверное нигде 26 где-то и бывает но там наверно уже другой уровень я думаю но 24 я так в своем мире представляет а прям норма про изнутри уже никто не говорит это не актуально для скорости вращения и скорость именно нажатия на одну педаль просто сразу усилим верно и понимаем каких-то переключателей ничего нет вот это настоящее прям реальные две скорости которые есть две скорости они как все привыкли продолжить второе 3 3 3 можно набрать значит у этого 228 про в частности про версия то есть он идет в сборе уже с третьей рукой в руке у нас прижим борта ролик объясни пожалуйста сразу многие будет интересно почему вот эти передвижные штучки они не фиксируются я на самом деле стоит на том что люди на практике прибегают к тому что отжимают борта порой когда они сели при помощи третьей руки она для этого не предназначена поэтому фиксации нет чтобы не было соблазна использовать их нет значений разрушение то есть не шин дисков не оборудование естественно далее чем у нас управляется супер парчатой дальше гулиров так касаемо усиленной конструкции то есть если обратить внимание для того чтобы у нас стенд был жесткий не было никаких лифтов и прочих то чтобы он не хозяев сильные косынки то есть здесь у нас дополнительные элементы трапециевидные конструкция просчитана кстати у итальянцев есть специально что-то с лягушкой связано фрок что ли короче говоря устройство которое измеряет усилия короче он с усилием 6 лягушек я понял нет там нет не все все измерили все просчитали то есть это не на пальцах так скажем разработано вот если уже специальные штуки для этого есть плюс так как стенд направлен там порой для работы с широкими шинами шток для того чтобы это обеспечить получился длинный очень длинный очень высокий кстати да это я сам продемонстрировал действительно внимание на то что шток огромной просто длины у кого комплекса ребята можете смело покупать на станок он вам точно поможет их вылечить вот и я начну с этой штучки почему и по извращенному все это демонстрирую сначала будет монтаж а потом демонтаж потому что мне эта конструкция и вот эта фишка очень понравилась я такой штучки даже не слышал не то чтобы там не проверял где-нибудь на демонстрации или в практике вообще не знал зажимать понятно зажимаем все снаружи поехал и кстати у нас тут был разговор к стаи и и смотри это виталий обрати внимание это диск уже вредился неоднократно этими извращенцами этому диску уже наверное лет двенадцать у нас нет давай обрати внимание вот на что смотреть как происходит настройка вот этой монтажная лапа то есть мы приглашаем все это консоль сюда и мне чтобы вот это все настроить мне не обязательно по старой деревенской привычки тянутся вот за этим штоком чтобы вниз унизить здесь вот эта пипочка имеет три позиции рабочих сейчас она в расслабленном состоянии в общем то она убегает таким образом наверх мы то есть расслабляем в положении когда мы выдаем и среднюю позицию и примерно примерно прицеливаемся на край колеса эта штучка вся гуляет вниз а наша задача хотя бы подловить и успехи вовремя зажать она опирается четко в это колесико и так дальше мы это все фиксируем она убегает могу можно повторить этот момент как она делает зазор я опять сделаю среднее положение я сделаю это просто выключил когда выключаешься это она бегает наверх все мы про не забываем делаем положение номер два она гуляет вниз мы ее придам диску и нажимая положение номер один она делает нормальный нужный нам для работы это зазор и я смею обратить внимание как располагается вот эта монтажная головка здесь и на каком расстоянии нанесены вот эти каким-то извращенцем зауральским а зауральцы вы для меня все так как я из сибири мы там до сих пор с бабами свим если чё а вы царапаете диски до сих пор какими-то станками зауральскими да и вот это как все работает то есть я одним буквально пальцем вот это все настраиваю и управляю убираю лапу прикидываю ее примерно чуть-чуть и фиксирую регулирую тем самым зазор неосознанно то же самое все она пошла гулять когда мне не нужно свой мир когда мне она нужна я приглашаю к себе и это прикольное решение опять же на практике надо все это приноравливаться учиться использовать но пока то есть для меня это интересно очень решение что у нас дальше монтаж все это убрали что еще опять же обращу внимание все вот эти моменты которые пипочка кнопочка и вот этот рычажок на который виталий в принципе подергал но что для меня здесь вот это интересно все я могу нормально работать перчатках без вот этих ювелирных движений которые добываются на монтажных вас станках для кого это сделано непонятно здесь это можно идет нормальном рабочем режиме сильно не задумываясь сильно не прицеливаясь и все это используется с той же точностью с которой вы это в мозгах задумали тут внедрить наша задача сейчас на калеке он тушен уверенно и сэкшопа смазку вас понял так у меня щекки такой вопрос комплектуется это ли штучка лифтом для поднятия колес может быть супер так это мне подсунул вам файда чтобы не сильная вы и и да спасибо лучше друг так мы с этим не так она и сайте сайт амсайд и сайт надо искать короче верно верно по умопом мы же будем есть так прикидываем положение вентиля на то что это стоит конечно не кайфово стоишь как шаолин когда на стенде но я не думал что мы будем демонстрировать поэтому мы его с поддона не сняли понял ладно прокину все туда приглашаем лапу монтажную и поехали скорости первое сделано непонятно так наша задачка что убери руки за спину обратить так то так где оператор каким образом все это делается тащу это на себя но так как у нас ролик под углом и он прикольно располагается и работает перпендикулярно во первых колесу во вторых не женясь с этой монтажной головкой потому что был в моей практике так станок хорошо и от него ловко так избавился вот эта штучка которая вылазила она прям упиралась в нее зачем и почему это придумано понятия не имею это прикольно конечно далее примерный назор мы тут уставляем и регулируем большой могу через бой нужную высоту но прям с легкостью на самом деле и это мне нравится так все нравится так все происходит я ее уменьшу вижу по второму ролику все все супер суп пробуем пробуем стоп нет не нужно это для вас для зауральцев она нужна мне она не нужно просто хочу обратить внимание как это ловко штучка не повреждает допустим диск там себя хорошо чувствует запихивает шину под полку утопает все в ручей здесь все это хорошо лапочки помогает и я вижу что это все классно четко и безопасно и транс леда да да я даже не заметил прикольно все убираем лапу даром помогай q убираем монтажного поехали далее наша задача освободить вот из этих лапов надгородских все время качать примерно сколько там нужное давление кто тебе это сказал или кто хотел у тебя это узнать и спросить потому что если вдруг мало ли какое-то одно плохое взрывается вверх хорошо снося при этом что очень красиво красиво лицо но мы об этом как бы не заботимся я думаю даже если она вертикально рядом с тобой взорвется или с кем-то с некрасивым лицом или красивым но вот никому хорошо не будет в любом случае хоть вертикально ходе если она будет вертикально она может быть плохое с любой стороны в том числе и месте протектора которое обращено прямо она обращена к лицу и будет еще хуже поэтому это дело везение случае я бы на этом не заморачивался пусть и считать уродами и не переживают об этом хорошо все помчали то есть я сейчас расслабляю вот эту лапку убираю позицию номер три и она убегает вверх чтобы потом и опять настрой показать как моя задача то есть все это скинуть и потихоньку ждать продемонстрировать как это бешеная лапа дает power out верно верно хочу сказать это лапа также регулируется в трех плоскостях то есть под каким угодно углом под каким угодно наклоном вы можете ее подводить к шине так как это посчитаете нужно обращающее внимание вашего вот сюда на расстояние платформы от станка очень огромное надо с этой роман стороны вот это сейчас все огромное расстояние вот этой прижимной платформы вот станка где в принципе без разницы расположение этих лап что минимальный риск повредить верхнюю часть шины вот эти торчащие штучки понятно их можно сложить но не все они всегда могут за этим что-то уследить это вот эту платформу да убрать конечно но тем не менее риск намного меньше когда лапа прижимая платформа далеко от станка и наша задача сейчас обратите внимание как она бешено рвется обратно все таким образом то есть исключая застревание лапы между бортом шина и колесом ну потому что такое иногда бывает и это приходит ну приводь каким-то приключением забывания лапа особенно учатся попробую особенно клиенты когда на это смотрят и ты там неловкость ощущаешь когда все это происходит здесь со зверской силой вырывает а еще есть опцию на этих станках на других до джулиана где у них там есть ограничитель расстояния но почему-то здесь я не вижу тоже риск от того чтобы сейчас покажу немножко задавлю туда там куча царапин на диске так она это исключает исключает повреждение датчика давления освободили дома все супер так что мы делаем я могу воспользоваться вот этой штучкой третьей лапкой верный роликом чтобы смазать сразу весь борт не нужно верно так потихоньку и могу вращать и вот эту смазку туда внедрять так все со смазкой я здесь закончил допустим далее опять же также приглашаю монтировочную лапу эту монтажную и в положении номер два мы ищем момент чтобы я мимо поддавил и положение номер три выставляет нужный мне зазор и с помощью ролика я получаю расстояние чтобы запихать туда какая интересная монтировка форму это итальянская давай мы ее и попробуем вдруг у меня хватит таланта не справиться так и что мне нужно мне чтобы немножко не быть зауральскими возвращенцев я противоположный борт тоже вот таким образом только другой стороной я немножко утоплю видишь когда у меня этот борт туда нацелен под полочку только тогда я могу вот этот вытягивать вот и тогда он дает слабину и нормально все я сделаю теперь я вот это убираю все сделано и что я могу теперь сделать еще так смотри все там прошло более менее нормально не влазит ты видишь я снизу поддавил я и здесь сделал слабину я могу и раз вот и вам блин оператор момент этот пропустил я очень легко вот так достал монтировку это не монтаж если что за это мы не платим к твою мать вот и все у меня нормально то есть монтировочка не сделает бздынь на диск не ставит царапулек а здесь с помощью рук и вот этой штучки чуть-чуть помогая разбираю все-все-все-все можешь убирать больше уже не нужно все и разбираю колесо легко и непринужденно далее я опять подставляю эту трубочку там лишь бы она не врезалась мне вот так то ниже почему хороший кадр так нет нехороший так супер как все снизу поддержать убрать монтировку смотри виталька кто их код софта это они же тоже извращенные шины уже да конечно на револю и вот но он у нас только было людей вот все монтировка долой никакой вздынь по диску не произойдет все останется в целости и поехали так сколько мы не дали чем час назад слушали что это невозможно на таком станке разобрать ран слайд помнишь эту историю только что вот было ну там конечно речь но неважно если бы никто не сказал что-то рон флэт я бы даже и не заметил что все убираем лапу убираем шину все и ждем дальнейших подвигов сколько стоит вот этот аппарат ищи сам это дарят 476 тысяч рублей в наличии на складе станок поставляются уже собранным и вот только подключить в розетте лава в комплекте вот это вот снять с поддона дать 380 вольт дать воздух и все он готов к работе у него есть свой лубрикатор фильтр там сзади блок подготовки ну давайте роман вот это посмотрим покажем сразу какой там блок подготовки все супер то что нужно взрывной подкачки он комплектуется допустим или нет но есть здесь устанавливается ресивер с шлангом раструб под руку S228 я бы еще обратил внимание на то допустим кто не сильно искаженный в этих делах это сейчас вот он на моей высоте вот как он стоит он на платформе когда платформы не будет он будет еще ниже то есть закидывать колеса сюда будет гораздо интереснее и легче на самом деле и работа с ними будет намного легче чем сейчас вот наши эти ну да и даже страданиями назовешь но потому что высота у него такая прям приемлемо рабочая высота лапа то есть позволяет загонять но 315 и шины диски 12-юй вместе с этим всем без проблем это я вижу так вот на глазочек правильно все пишите комментарии ставьте лайки покупайте станки обогащайте италию спасибо 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 Продолжение следует...